Музыка Человек — это такое существо, которое связано с природой. Если человек не занимается чем-то на Земле, с природой, с растениями, он удаляется от того, что есть у него внутри. То есть это как разделение с собственным «я». Вот для меня это так. Когда я работаю на Земле, я чувствую свою соединённость, даже так громко сказать, со Вселенной. В какой-то момент, наверное, как у каждого человека, возникло желание создавать что-то полезное, качественное, хорошее. Я решил, что это будут качественные продукты. Для меня это и интересный, и полезный, и классный бизнес со всех сторон. Это основополагающий принцип вообще существования нашего предприятия, нашего кооператива. Это вкусная и здоровая пища. Поэтому применять какие-то средства защиты или химикаты мы не будем никогда. Я принципиально не хочу кормить людей чем-то плохим. То есть какими-то химикатами, что будет отравлять их жизнь, их здоровье. Всё органическое производство – это про людей. Все, кто занимается органикой, это уже хорошие, приятные люди. Это уже определённый склад ума, отношения к жизни. У нас высокие требования к отношению человека к растениям. То есть однозначно человек должен любить растения. Он должен за ними ухаживать. Ухаживать, именно ухаживать не просто как полил какое-то удобрение, налил. То есть это не технологический процесс, вернее, это не только технологический процесс. Это ещё и процесс чувствования и отношения к этим растениям. Все, кто работает у нас в кооперативе, это однозначно, 100% цвет этого общества. Я так считаю, в этом уверен. И это один из критериев, по которым мы отбираем людей и с которыми мы начинаем работать. Потянуло на землю, вот действительно, ближе к 30 годам меня потянуло на землю. Если раньше я занималась конструированием одежды и любила свою специальность, то со временем я поняла, что шьют многие, плюс шьют очень часто из синтетики, и оно как бы не приносит ни пользы, ни какой-то радости. То еду, а тем более экологически чистую, выращивают немногие. И это гораздо важнее. То есть мне не надо заставлять себя утром вставать и идти на работу. Оно мне нравится. Переживаю, чтобы оно не болело, чтобы оно не замёрзло. Потом радуешься, потом ешь, потом выставляешь фотографии. Угощаешь кого-то, смотришь на то, как человек радуется тому, что твоему труду, результатом твоего труда. На самом деле, вот эти отзывы, это очень важно. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное, нужное и ценное для другого человека. Мировой рынок органической продукции активно набирает обороты, активно растёт. На данный момент он уже превысил 90 миллиардов евро. Более 40% органической пищи приходится на рынок Соединённых Штатов. На Германию приходится порядка 10 миллиардов евро. Кроме этих стран, ещё Франция и Китай также занимают достаточно высокие позиции. Что касается основных лидеров по выращиванию органической продукции, то тут лидирующие позиции занимают Австралия, в которой более 900 миллионов гектар сельскохозяйственных земель заняты органической продукцией. Также Аргентина занимает лидирующие позиции и Китай. Потребление органических продуктов в Украине ежеводно растёт. Рынок составляет порядка 30 миллионов евро в год. Больше половины данной продукции приходится именно на местных производителей. В 2018 году в Украине было засеяно порядка 201 тысячи гектар именно органической продукцией. Это масличные, это злаковые культуры. На овощи приходится достаточно небольшой процент, это чуть более 2% или 5,8 тысяч гектаров. Проект организовывался 9 лет назад, как продукция, которую будут употреблять близкие, скажем так, люди мне, родственники, знакомые, друзья. А потом мы увидели, что есть потребность в принципе в стране, вот в этих продуктах. То есть очень много людей начали более осознанно относиться к своему питанию, к жизни. Мы образованы как кооператив и хотелось бы пояснить, что это значит. То есть от слова кооперация, то есть объединение усилия людей. Каждый наш как клиент, так и просто человек может инвестировать деньги в кооператив, то есть вложить сюда свои финансы или приехать поработать у нас, или вообще присоединиться к этому движению и создавать что-то вместе с нами. То есть мы открыты как для всех людей, которые хотят сотрудничать с нами, просто быть нашими потребителями, так и для тех, кто хочет участвовать в этом процессе. Есть люди, которые просто приезжают к нам отдохнуть и поработать, отойти от города и быть ближе к природе. Общая площадь нашего предприятия – это порядка 21 гектар, но из которых задействовано где-то только сейчас 20%. Главная сложность во всем органическом производстве – это вырастить эту продукцию. Потому что когда в обычном сельском хозяйстве применяются химикаты, то гораздо проще бороться с вредителями, с болезнями. Мы просто заменяем химические средства защиты на биологические или на природные растительные, в том числе и яды. Если взять чистотел или полынь, или болеголов, то есть отвары, настои, они точно так же для вредителей губительны, как и химия, но зато они не вредят человеку или животным. Один из основных моментов органического производства – мы помогаем растению. Мы не заставляем его отдать нам какие-то плоды или как-то насильно что-то вырастить. Мы помогаем растению дать то, что оно может. Используем все, что у нас есть в процессе выращивания. То есть если есть какие-то отходы, они не просто выбрасываются, они обязательно перерабатываются, получаются удобрения и они используются при выращивании. Мы с удовольствием принимаем у людей остатки продуктов. То есть все, что может быть переработано в органику, в удобрения, мы принимаем и используем это в производстве. Я очень много времени посвятил изучению теплиц, вообще как направление, как они работают. Объездил очень много предприятий в Украине. Был в Голландии и на органических теплицах, и обычного сельского хозяйства. Начали мы с обычной зелени, то есть это укроп, петрушка. Сразу же начали выращивать салаты. Салатов как минимум 5-7 видов у нас было изначально. Потом добавились пряно-ароматические травы, базилик, рукола. Потом добавились и капуста, и помидоры, и огурцы, и перец, и баклажаны, и цукини. То есть очень много продукции добавилось. И сейчас мы зимой выращиваем минимум 15 видов продукции. А обычно до 25, скажем так, в летний, в осенний, весенний период. Есть растения дружественные друг к другу, есть растения, которые угнетают друг друга. Для меня самая сложная культура – это томат. Влажного воздуха она не любит, резких перепадов температуры не любит. Вообще из моих любимчиков – это те же самые помидоры, с которыми у меня сложности. Я их очень люблю. Есть очень большая разница между открытым грунтом и тепличным выращиванием. С одной стороны, в теплице проще какой-то микроклимат выдержать, а с другой стороны, сложнее, потому что если при коротком световом дне, такой как январь-февраль, повышенная влажность, в открытом грунте есть ветер. В теплице сложнее наладить вентиляцию, то есть принудительная должна быть вентиляция. Если вентиляция плохая, тогда есть проблемы с избыточной влажностью. Если слишком жарко, опять-таки, нужна вентиляция, потому что слишком сухо. То есть все-таки в теплице нет понятия росы, ну как таковой. На ряду с обычными растениями мы выращиваем много экспериментальных, скажем так, или непривычных еще для нашего рынка. Вот, допустим, листы капусты кейл или кале, как ее еще называют. Очень вкусные, очень полезные листы. Поэтому мы их выращиваем немного, а потихоньку внедряем, показываем своим клиентам, что с ней можно делать. Выращиваем мангольд, менее привычный для нашего потребителя салат, но очень распространенный в Европе. Мы выращиваем бамию. Культура, которая более распространена на индийском и южноамериканском рынке. Отдельным нашим направлением является выращивание микрогрина. Микрогрин – это пророщенные семена, которые выращиваются в течение двух недель и содержат в себе весь запас витаминов и микроэлементов в 4-5 раз, превосходящий содержание их во взрослом растении. Если человек его употребляет, эти все полезные вещества переходят в организм человека. Помимо того, что это полезная, это очень вкусная вещь, и которая отличается по вкусу от салатной зелени, которую можно себе представить. Мы выращиваем микрогрин на мешковине. И когда микрогрин срезаем, мешковина идет, как мульча на тропинке в открытый грунт. Она сдерживает сорняки и, разлагаясь, обогащает землю полезными веществами. Несмотря на то, что рынок наш, украинский, еще только формируется органической продукцией, он не насыщен, спрос очень большой, мы все равно смотрим на экспорт, то есть как на нашу продукцию, представленную в Европе. Со временем, когда мы будем уже достаточно большими производителями, мы будем экспортировать это в Европу. К нам приезжали французы, к нам приезжали бельгийцы, они пробовали нашу продукцию, и это те люди, которые употребляют в Европе только органическую продукцию. И они высоко ее оценили и сказали, что она как минимум на том же уровне, как она производится в Европе, а некоторые овощи им понравились даже больше, гораздо у нас. Продукции их абсолютно недостаточно для того, чтобы рынок Европы был насыщен. По органической продукции там существует всегда дефицит, и нашу продукцию там с удовольствием ждут. В 2018-м Украина экспортировала 6,7 тысяч тонн продукции. Основное направление экспорта у нас составляет это страны Европейского Союза. В первую очередь это Нидерланды, на которые приходится более половины экспорта. Также весомую долю занимает Польша, порядка 16% экспорта. Германия 11% экспорта. Ну и стоит выделить еще Китай, на который приходится более 2% от общего экспорта органических продуктов. Основной культурой, которую мы экспортируем, является горох. Это порядка 90% всего экспорта органической продукции из Украины. Также экспортируются нут, чечевица, грибы. Показатель растет с 2016 года, и практически он каждый год удваивается. Стоит говорить о том, что данное направление бизнеса является достаточно перспективным, так как органическая продукция по своей цене может превышать обычную продукцию сельхозпроизводства. Плюс стоит учитывать этот факт, что начать органическое производство можно даже с небольшого участка земли, что, соответственно, не требует крупных капиталовложений. Мы максимально открыты для наших потребителей. Они могут приехать к нам на предприятии, посмотреть, как что производится, попробовать. Мы сами едим то, что мы производим. За время работы у меня не было ни разу мыслей бросить это или применить какие-то химические средства, потому что я для себя в самом начале принял решение, что я или занимаюсь органическим производством, или не занимаюсь вообще никаким. Большую роль в том, что у нас получаются вкусные продукты, конечно, играет земля. Чувствую соединенность с землей в этой стране. Я даже себе не представляю сейчас, как бы я занимался даже тем же сельским хозяйством в другой стране. Потому что тут, просыпаясь, я вижу родные растения, родные деревья, скажем так. То есть это мне близко, мне здесь комфортно и хорошо. Я не могу представить, что такое же чувство я могу испытывать и в другом месте.